И когда приблизились к Иерусалиму И пришли в Ифагию, горе Елеонской Тогда Иисус послал двух учеников, сказав им Да, братья и сестры, добрый вечер, кто подключается Вот через пару минут начну этот эфир Уже начал, по сути, уже начал Потому что уже включил, уже заранее здесь все у меня приготовлено К этому эфиру уже горят свечи Уже в завершение субботнего дня этого Шаббат, шалом, друзья, шаббат, шалом Спасибо, Господи, спасибо, спасибо Спасибо тебе, Господи, спасибо Аллилуйя И сегодня читаю из Священного Писания С 21 главы Матфея Шаббат, шалом, Роман пишет Шаббат, шалом, брат Шаббат, шалом Вот, и сейчас Не знаю здесь, как получится Не получится сделать еще трансляцию Для моих друзей здесь А вот прямой эфир написано Смотрим, как оно получится Просто есть на Фейсбуке Я уже несколько раз, уже так выходил Ой, здесь Доступ к камере написано Вот так вот В принципе, да, получается вроде Аллилуйя Ладно, ограничусь Здесь только вот трансляции На Ютубе На канале Ютуба Аллилуйя 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 А здесь ссылочка будет И как раз вот те, кто Друзья мои На Фейсбуке Кто желает, могут Просто перейти сюда И все Хорошо, друзья Да, 6 часов вечера В Киеве Благоставляю всех вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Добрый вечер Вот Под вечер и солнышко выглянуло Вот А то было все Так Пасмурно Хмарно В Киеве Вот И сегодня Суббота Завершается уже Суббота Вот Библейская Суббота Как и все остальные Дни С вечера и до вечера Вот Как написано в Библии Да, и был вечер И было утро День Ну, в данном случае Уже седьмой Подходит к концу Последние минуты Этого дня Субботнего Поэтому я назвал Это вечернее видео Сегодня Эту трансляцию Назвал Исход Великой Субботы Шаббат Агадоль Шаббат Агадоль Это Удивительное Время Я, значит Нет, я, наверное, по-другому Сейчас включу Вот так вот Чтобы Здесь У меня была Библия перед глазами Сейчас Вот так вот Вот так И Это удивительная суббота Суббота Предпасхальная Вот чем она удивительна Суббота Предпасхальная Вот И По традиции Древней Еврейской традиции Которой я придерживаюсь Я придерживаюсь Хороших традиций Всегда С превеликим удовольствием Я Я за все хорошие традиции Вот Положительные Такие И вот И вот По этой хорошей традиции Суббота Перед Пасхой Она называется Великой Субботой Кстати Православная Церковь Тоже переняла Ну Частично Эту традицию И поэтому Буквально Накануне Пасхи Там Там немного Другое Исчисление Пасха Пасхи Воскресенье Должна всегда Выпадать Пасха По православному Ну Традиции Православной традиции Вот И Но Всегда Накануне Воскресенья Суббота Называется Также По древней Еврейской традиции Называется тоже Великой Великой Субботой Шаббат Агадоль И Шаббат Агадоль Это Буквально Суббота Великий Вот И я уже говорил Видео сегодня И утром На трансляции Утренней молитвы И вчера вечером При начале Субботнего дня Великой Субботы И Сейчас При исходе Субботнего Этого дня Великой Субботы Я скажу Что Удивительное Время Вспоминаются События Библейское События Десятого Ниссана Вот Но Сегодня Восьмое Ниссана Вот только Наступает Девятое Почему События Десятого Ниссана Вспоминаются В субботу Накануне Пасхи Дело в том Что Десятое Ниссана О котором Говорит Библия В книге Исход Это такая И роковая Одновременно И великая Дата Так вот Десятого Ниссана Когда Бог Повелел Брать Агнцев И Вводить Их Торжественно В свои Дома Вот И Евреи И Боящиеся Бога С других Народов Которые Уверовали Бога Аврамова Исаакова Израилева Вот Вводили Животных В свои Дома И привязывали Их Вот А те Неевреи И Евреи Которые Не поверили Моисею Не поверили Богу Вот Они этого Не делали Не сделали Вот Но Неевреи Понятно Почему не сделали Вот Я восхищаюсь Теми неевреями Теми Было множество Гоев Которые Уверовали В Бога Израилева Это удивительно Вот Я восхищаюсь Их верой Вот Но Почему Многие Евреи Не поверили Моисею И не сделали То что должны были Сделать В этот раз Дело в том Что Вот Здесь такая Есть больной нерв Больной нерв Еврейской души Вот Дело в том Что Десятая Ниссана В том году Имеется Ввод 3331 год Тому назад При Моисея И Ароне Да Он выпал на шаббат Выпал на субботу Вот И Сыны Якова Да Израиль Находясь в рабстве Уже больше 400 лет На тот момент Знаете ли Он Конечно Много что растерял Своего еврейства Много что Было утеряно И как бы Ну Скажу так Никого не красит рабство В общем-то И Проблем было много В народе Божьем Но Сохранялись Некоторые Вот Скажу так Очаги Сохранялись Некоторые Вот именно Ну скажу так Связи Что ли Национальные Народные связи И вот Такой великой связью Национальный Народный Был Шаббат К тому К тому времени Он был Уже Больше Не Наверное Религиозной Традиции А больше Такой Национально Культурной Традиции Вот Как бы Вопросом Самоиндификации Значит Да Очень важным Вот И Даже есть такая Присказка Еврейская Старая Что Не мы Сохранили Шаббат А шаббат Сохранил Нас То есть Имеется Ввиду Что Сама Суббота Само Соблюдение Субботы Хранение Субботы Оно Сохранило Народ Как народ Именно Еврейский Народ Вот И Даже Не важно Верующий Неверующий Или как Иначе Верующий Но Евреи Как правило Даже если Атеисты Все равно Суббота Есть суббота Все равно Есть понимание Что да Это Особенный День Это наш Еврейский День Но Знаете Я разговаривал Со многими Евреями Атеистами Вот И Если Субботу Как бы И вспоминают То Лишь Эти товарищи Лишь В контексте Национального Такого Самосознания Самоидентификации И говорят Обычно Так Что если Суббота Шаббат Да Нет проблем Но Это не Подношение К Богу Это больше Национальная Такая Черта Наша Традиция Часть Национальной Культуры Вот Примерно Так Я Рассуждаю Мыслили 3331 год Дом Назад Некоторые Товарищи Но Были Наверняка И другие Гораздо Более Серьезные Проблемы Дело Дело В том Что Шаббат Суббота Соблюдение Шаббата Соблюдение Субботы Мы не знаем Точно Шалом Шаббат Шалом Добрый вечер Сереже Всем кто Смотрит Программу Аллилуйя Иночка Всем Деткам Внукам Котам Всем привет Шалом Шаббат Шалом Вот И В субботу Евреи Не трудились И даже Вот эти Исторический Факт Египетские Вот эти Вот Надсмотрщики Да Значит Кто Издевались Над Рабами Они Понимали Что Рабы Рабами Как говорится Рабство Рабством Но Суббота По расписанию У них Было Вот И В субботу Евреи Не контуй Вообще В субботу Евреи Не трогай Он То есть Народ Наш Выстрадал Субботу И В общем-то Отстоял Право Хотя У рабов Прав-то Никаких Не было Кроме Права Быть Рабом Но Евреи Даже Будучи Рабами Остаяли Право На Субботу На Шаббат И Представьте Это же Не одно Даже Столетие Сука Поколение Прошло 430 лет Друзья Шаббат Всегда Блюли Потомки Якова Сына Якова Хотя Это конечно Было До того Как Закон Был Провозглашен Вот Де Юре Но Де Факто Это было Всегда Со времен Адама Нашего Прощера Нашего Проотца То же самое Допустим Не убей Заповедь Она была Дана Только лишь 3331 год Тому назад Чуть меньше Даже Но Но Де Факто Даже Когда Кайн Убил Авеля Там Уже И Дорогу Было Ясно Что Он Согрешил Вот Значит И Даже Бабки Поветухи В Египте Еврейки Эти Женщины Принимавшие Роды Да Ну Врач Да Гинекологи Они Отказывались Убивать Младенцев Мужского Пола Хотя Был приказ Был закон Они нарушали закон Да Государственный Но Хотя Не было Де юре Закона Но Они чтили Господа Боялись Бога Написано Эти Женщины И Бог Почтил их Поэтому Есть То что Изначально Оно записано Просто в сердце Человеческом И Израиль Еврейский Народ Несмотря на Деградацию Рабства Оно не красит Никого Но Сохранили Вот эти Скажу так Божьи слова Божьи заповеди В своем сердце Слава Богу Вот Дамы и господа Братья и сестры И В субботу Должны были Агнцев Брать Десятого Ниссана В шаббат Должны были Брать Агнцев И Приводить В дома Свои Вводить В дома Свои Торжественно Получается Да Вот Потому что Это как Некая церемония Была Представьте В шаббат В субботу Никогда Никогда Евреи Начиная с Пратца Якова 430 лет Они Никогда Перстом Не шевелили Никогда Живота Никакой Не отвязывали Не привязывали Не вводили И вдруг Представляете Нарушается Такой табу Как бы Но это не было Нарушением Шаббата И Маши Христос Об этом Как раз И говорил Уже 2000 лет Назад Так же Вот Одно дело Человеческое Представление Нарушить Да Значит О шаббате Другое дело Саму Божью заповедь Вот И Интересно Что да Они вводили Послушавшись Моисея Который Передавал Слава Божьи Послушавшись Моше Они Вводили Этих Ягнят В свои дома И привязывали И в домах Вот Это было Обрядово Это было Церемониально Это было Торжественно Вот Люди Уверовавшие Люди Верящие Моисею Да Доверяющие Богу Они восклицали Осанна Спасение Спасение Пришло Спасение Пришло И казнь Первенцев Приближалась Дамы и господа Братья и сестры Без малого 2000 лет тому назад Агнец Божий Так же Был Торжественно Введен Богом В Иерусалим И вот Интересное Описание Именно В это время Десятого Неса Ну Исторически Это будет Послезавтра Получается Да Значит А Календарно Это вспоминается В эту субботу Как раз Накануне Суббота Перед Пасхой Вот я читаю Из Евангелия От Матфея 21 глава С самого начала И когда Приблизились К Иерусалиму И пришли В Ифагию Горе Илеонской Тогда Иисус Послал Двух учеников И сказал им Пойдите В селение Которое Прямо Перед вами И тотчас Найдете Ослицу Привязанную И молодого Осла С нею Отвязав Приведите Ко мне А если Кто скажет вам Что-нибудь Отвечайте Что они Надобны Господу И тотчас Пошлет Иисус Все же Сие Было Да Сбудется Реченное Через Пророка Который Говорит Скажите Через Сионовой Се Царь Твой Грядет К тебе Кроткий Сидя На Ослице И молодом Осли Сыне Под Яремной Ученики Пошли И поступили Так Как повелел Им Иисус Привели Ослицу И молодого Осла И положили На них Одежды Свои И он Сел Поверх Их Множество Народа Постилали Свои Одежды По дороге А другие Резали Ветви С дерев И постилали По дороге Народ же Предшествовавший И сопровождавший Восклицал Асанна Сыну Давидову Благословен Грядущий Во имя Господне Асанна Вышних Хосанна Хосанна Это буквально Спасение И когда Вошел он В Иерусалим В Иерусалим Весь город Пришел В движение Говоря Кто Сей Народ Он же говорил Сей Иисус Пророк Из Назарета Галилейского Аллилуйя Вот это Вхождение Иисуса Иешуа Входил В Иерусалим В Иерушалим И он подошел Потом к храму И он там Такой погром Устроил И вошел Иисус Написано В храм Божий И выгнал Всех Продающих И покупающих В храме И опрокинул Столы Миновщиков И сками Продающих Голубей И говорил Им Написано Дом мой Домом Молитвы Наречется А вы Сделали его Вертепом Разбойников И приступили К нему В храме Слепые И храмые И он Исцелил Их Видев же Первосвященники И книжники Чудеса Которые он сотворил И детей Восклицающих Ну взрослые Так помалкивали Я так понимаю Больше Детей Восклицающих В храме Говорящих Асана Сыну Давидову Вознегодовали И сказали ему Слышишь ли Что они говорят Иисус же Говорит им Да Разве вы Никогда Не читали Из уст Младенцев И грудных Детей Ты устроил Хвалу И оставив Их Вышел вон Из города Вифанию И провел Там ночь Вот Такие События Происходили Как раз В тот день Десятого Ниссана Когда Агнца Вводили В дома Свои А здесь Избирались Агнцы И конечно Это было Столпотворение Народу было Немерено Город пришел В движение Население Городское Увеличилось В разы Потому что Паломнический Праздник Да Мой день Это один из праздников Как раз Паломнических Это Пасха Как раз Песах Поэтому народу Было Немерено Вот И Вот Подобное Произошло Конечно Сейчас Уже Спустя Два тысячелетия Мы Конечно Уже Очевидно Все это Понимаем Что Агнец Божий Вошел В Иерусалим Вот Но тогда Конечно Вопросов Людей было Много Кто-то Принимал Его за Пророка Кто-то За Спасителя Вот По-разному Люди Реагировали Иисус Даже Как-то Своих Учеников Спрашивал За кого Почитают Меня Люди А потом Говорят А вы За кого Меня Почитаете Вот И мы Исповедуем По сей Час По сей День Исповедуем Что Иисус По-настоящему Истинно Есть Христос Божий Он Есть Иисус Есть Христос Сын Бога Живаго Аллилуйя Спасибо тебе Господь И он Есть Агнец Божий Закланный От века Я не знаю Как это Вечности Закланный Это Тайна Непостижимая Нашему Человеческому Уму Да и Ангельскому Непостижимая Лишь Вечности Мы сможем Постичь Эту Тайну Как Это Все Произошло Но Исторически В нашем Временном Измерении 2000 лет назад Без малого В 30 Году Нашей эры Произошло Это чудо Агнец Божий Был Заклан Но Сегодня Мы вспоминаем Вот это Событие Субботы Как раз Накануне Песаха Да 10 Ниссана Один Десятый Ниссана Вот Календарно Это будет Послезавтра Вот это Воспоминание Вот этого Как раз События Сейчас Прочитанного Вот Пусть Бог Благоставит Всех Нас Друзья Вот Остается У нас Неделя До Пасхи Вот И Закупайтесь Мацой Закупайтесь Опресниками Будем Хрустеть Мацой Всю неделю Следующую Ну Через неделю Уже Сразу После Пасхи Наступают Дни Опресночные Вот И всю Неделю Пасхальную Мы Хрустим Мацой Вот И Благодарим Бога Будем Праздновать Друзья Пасху Наша Пасха Христос И будем Праздновать Нашу Пасху Не с Закваскою Порока И лукавства Но с Опресниками Чистоты И истины Будем Есть Опресники Братья Сестры Да А Пасхальный Седр Проведем Мы Получается И 13 Неса На данный 14 Ну Мы Короче Проведем Несколько Таких Пасхальных Седров Вот И Спасибо тебе Господь Спасибо Бог да Благословит Нас Во имя Иисуса Христа Благословляю всех вас Возлюбленные Братья Сестры В завершении Этого Шабата Этого Великого Шабата Великой Субботы Шабата Агадоль Благословляю всех вас Сегодня тоже вечером я поднимаю кубок Я поднимаю тост сегодня И смерть Господню провозглашаю Смерть Господню провозглашаю Иисус Христос Агнец Заклон за меня За всех нас И сегодня я преломляю хлеб Вот у меня здесь есть Вот еще одна Еще один фатер Еще один фатер Это такой восточный В мусульманских народах Очень принято Вот выпекать Такой хлеб отца Как бы По русски Так вот Отцовский хлеб Вот Правда Мусульмане Выпекают этот хлеб Но так и Не знают Почему Он так называется Даже Хлеб отца Отцовский хлеб Почему Они многие не знают Даже Даже Когда начинаешь рассказывать Допустим То Многие даже удивляются Как так Удивительно Но Я Говорю Людям Всем И мусульманам Говорю так же Что хлеб отца Это хлеб Нашего отца Небесного Бога Святого Хотя Мусульмане Аллаха не называют Бога не называют Отцом Даже Это запрещено Религиозно Но В сердце Глубоко Внутри Каждого Человека Любого Человека Несмотря На запреты Религиозные Жива Вот Эта Вера Жива Живы Эти Это Это Тоска Жива По Небесному Отцу Это Ну Безотцовщина Это всегда Плохо Знаете ли Вот И Есть Стремление Как в песне Поется Только К Богу Стремиться Господу Душа Моя Только Он Моя Крепость Избавление Для Меня Бог Меня Благословляет Не Боюсь Я Он Меня Исцеляет О Не Боюсь Я Не Помню Слов Всех Но Очень Мне Нравится Эта Песня В Еврейской Мессианской Общине Здесь В Киеве Часто Ее Пели Одно Время Дай 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 Он Меня Освещает Не Боюсь Я Бог Меня Исцеляет О Не Боюсь Спасибо тебе Господь Благодарю тебя Благодарю тебя Бог Святой Милостивый Государь Благодарю тебя Бог Богов Господь Господствующих Благодарю тебя И благоставляю Великое Имя Твое Слава Тебе И Сегодня Совершаю Причастие Евхаристию Хлебопреломление Рассуждая О теле крови Моего Спасителя Господа Моего Иисуса Христа Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Агнец Божий Заклонный Благодарю Тебя Кровью Иисуса Христа Ранами Господа Моего Спасителя Иисуса Христа Я спасен Исцелен Благословлен Всеми благословениями Небес Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Благословляю Великое Имя Твое Аллилуйя 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 Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Аллилуйя 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 Слава Тебе Слава Тебе И хвала Господь Слава Тебе Аллилуйя Совершим это причастие, друзья, братья, сестры Рассуждая о теле и крови Господом Иисуса Христа Господа нашего, Спасителя нашего, Агнца Божьего Спасибо тебе, Господь, кровью Иисуса Христа Смерть Господню возвещаю, как великую радостную весть Для всего истрадавшегося человечества Потому что Бог во Христе примирил с собой мир Не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения Великая благая весть Смерть Господню возвещаем мы, как великую благую весть Потому что в этом исцеление народом, в этом спасение Через кровь святую Иисуса Христа В этом освобождение, в этом жизнь наша Спасибо тебе, Господь, спасибо За наше искупление, за наше исцеление, освобождение, заплаченное великая цена Совершилось, совершилось избавление наше, спасение наше Благодарю тебя, Господь Благодарю тебя, Боже всемогущий Благословен Бог наш Отец наш Отец и Бог наш и Царь наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим Не веди нас в искушение Избавь нас от лукавого Твое есть Царство И сила и слава Во веки Аминь Благодарю тебя, Боже, за хлеб наш Насущный Из земли данный нам И благодарю тебя за хлеб наш Хлеб Твой Сошедший с небес За Иисуса Христа Праведника Спасителя Агнца Твоего Пророка Целителя Освободителя Господа и Спасителя Благодарю тебя, Господь, за все За все Слава Тебе Да свершится, Господь, Боже Духом Святым Сегодня В умах наших В сердцах наших Это преображение В Твой же образ, Господь Потому что мы взираем На славу Божью И преображаемся В тот же образ Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе Спасибо тебе, Господь Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя 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 Аминь Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь Пусть Бог благословит Всех вас, друзья Этот чудесный хлеб Фатер Хлеб Отца Вот Я преломляю сегодня Этот пресный хлеб Пресная лепешка И Благодарю Бога Всемогущего И преломляю этот хлеб Благодаря Бога За его спасение За его жизнь Вот И Молюсь Сейчас В молитве Преломляю хлеб В молитве За Израиль В молитве За еврейский народ В молитве За мусульманские народы В молитве За все народы Истрадавшиеся Нашей земли Потому что Вся земля стинает и мучается Все творение стинает и мучается Ожидая откровения Сынов Божьих И величайшее откровение Оно здесь Оно прямо сейчас Здесь Величайшее откровение Всех времен и народов Которое Два тысячелетия Раскрывается Раскрывается Бутон этот как бы раскрывается И не раскрылся еще Но скоро он раскроется Обязательно раскроется Богосыновство В судьбах миллионов верующих Это уже раскрылось И раскроется Для всего Истрадавшегося человечества Что наше спасение Это Господь Бог Всебогущий Что Он Наша жизнь Без Него Ничто Спасибо тебе Господь Спасибо 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 тебе Боже Всебогущий Аллилуйя Аллилуйя Благодарю тебя За те события Описанные В 21 главе Здесь Матфея Прочитанные ныне Благодарю тебя За то что Действительно Свершилось Все то что Свершилось Ради нашего спасения Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господи Спасибо За верность И отцовскую любовь За то что ты Единственного сына Пролил святую праведную кровь За то что ты Единственного сына Пролил святую праведную кровь Видел глаз людской И слышали уши Как страдала невинная плоть Чтобы знали Все люди на свете То как сильно Нас любит Господь Чтобы знали Все Божьи дети То как сильно Нас любит Отец Слава тебе Господь Благослови Боже Сегодня Народ свой Миром Благословляй вас Братья и сестры На исходе этого Субботнего дня Все уже До последней минуты Этого Субботнего дня Солнце садится Вот Завершается день Начинается уже новый день Первый день недели Вот В украинском Он так и называется Надиля Вот Да Первый день недели Вот И в русском языке Мне нравится Очень характерно Очень четко Называется Воскресение Как говорится Не в бровь А в глаз Это прямо В саму суть Зри в корень Как говорится Воскресение Вот Я благодарю Бога Что есть в календаре В русскоязычном календаре Есть день Который Носят имя Моего Господа Спасителя Потому что Это одно из имен Господа нашего Одно из имен Нашего Господа Он сказал Я есть им Воскресение И жизнь Поэтому Мы говорим Я говорю Воскресение Подразумеваю Жизнь Я говорю Жизнь Подразумеваю Воскресение А дальше Скажу так Я говорю Воскресение Подразумеваю Иисус Христос Я говорю Иисус Подразумеваю Воскресение Я говорю, жизнь подразумеваю Христос. Аллилуйя. Я говорю, Иисус подразумеваю жизнь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Боже, чашу о спасении приму, имя Господне призову. Аллилуйя. Благоставляю вас, братья и сестры, дорогие друзья. Сейчас в этой вечерней молитве, это была такая общая часть эфир. Давайте совершим каждый один на один с Господом. Налейте себе соку или же просто воды даже налейте. Возьмите себе хлебушка. Я вот заранее купил фатер в пятницу, чтобы на шаббат у меня было два таких хлеба пресных. И какой бы хлеб ни был бы у вас, хоть просто сухарики и водичка, самое главное, причастие оно совершается не просто ртом, а совершается здесь и здесь. Совершается умом нашим и сердцем нашим. Наше рассуждение, все. Хлеб, вино, ничто. Наше рассуждение о теле крови Господа Иисуса, все. Это все. Вот. Поэтому я даже называю это бесконтактным причастием, хлебопреломлением бесконтактным, когда просто даже идешь ли ты в парке где-то, или едешь в метро, или просто на улице, или дома, или ты рассуждаешь вдруг сильно так, сильно углубляешься в рассуждение о теле крови Господа Иисуса Христа, рассуждаешь о крови Христа. Вот. Это тоже есть причастие Евхаристия, только бесконтактное. Как бы в рот ты ничего не ложишь, но ты причащаешься. То, что входит в тебя, оно не может тебя осквернить и тем более осветить не может. Вот. Не магическая часть причастия важна, а такая практическая, христианская. Это сам Христос. Причастие Евхаристия наше – это сам Христос, живущий в нас. Вот. Величайшая тайна во Вселенной. Тайна сокрытая, ныне открытая, но до сих пор оставшаяся тайной. Таинством. Таинством. Есть слово «тайна», как в смысле закрытая информация, да, тайна. Вот. Там военная тайна какая-то, еще там тайна. Да, служебная тайна. Но, а есть таинство. Тайна в смысле, не то чтобы закрытая информация, она открытая, уже два тысячелетия открытая. Но она как бы и закрытая одновременно. То есть, она открытая, но уразуметь ее мы уже два тысячелетия ее пытаемся уразуметь, но так и не уразумели. Потому что человеческому уму не поддающиеся объяснению просто, как мы берем хлеб, вино, да, молимся, и мы говорим «тело Христа», «кровь Христа», как это свершается? Как Сын Божий, Сын Божий пролил свою кровь за меня? И как она, две тысячи лет назад пролитая, сегодня омывает меня от всякого греха? Как? Это тайна. Это таинство. Великое Божье таинство. Спасибо тебе, Господь, за все. Так что на исходе Великой Субботы, Шаббат Ахагадоль, благоставляю всех вас во имя Господне и благоставляю сейчас совершение таинства этого в домах, где вы сейчас находитесь, дома ли, в кругу семьи, или один на один с Господом, совершить это таинство, рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа. Благоставляю вас, благоставляю дома ваши, родных, ближних, благоставляю свой дом сегодня, благоставляю жену свою, супругу свою, детей наших, внуков наших, благоставляю во имя Господне. Благоставляю Израиль сегодня, благоставляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Благоставляю. Спасибо тебе, Господь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе. Благословит тебя. Благословит тебя. Благословит тебя. Благословит тебя. Благословит тебя за Израиль. Благодарю тебя за Иерусалим. Благодарю тебя за твой еврейский народ. И благодарю тебя за все народы нашей истрадавшейся планеты. Благослови Господь. Благослови Господь. Благословит тебя. Благословит тебя за все то, что ты совершил тогда, 3331 год тому назад, выводя Израиль из рабства. И ты сказал, тогда ты сказал, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов про лицо моим. Боже всемогущий. Пусть отпадет всякое желание даже, всякое пожелание, всякое движение души в сторону от тебя. Только ты. Ты и только ты, Господь. Бог всемогущий. Господу Богу твоему поклоняйся. И Ему одному служи. Слава тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Боже. Благословляю моих братьев и сестер всех. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, с миром Божьим, завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь к утренней трансляции. И сразу после трансляции я еду к нам на служение. Поэтому, кто в Киеве будет завтра утром, добро пожаловать в 9 утра на служение нашей Киевской архиепископии, которое будет в центре города, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. То есть, это предприятие УТОС, вход через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. Вот так. Завтра там какой-то ремонт будет, поэтому у нас будет, ну тоже на четвертом этаже, только немного в другом помещении. Увидите там уже. Как раз вот прям на выходе из лифта как раз. Вот. Так что, да, молимся тоже о своем помещении, потому что арендовать хорошо, конечно, но иметь что-то в полную аренду, не по-часовую, а полную аренду, лучше намного, а еще лучше свое иметь, конечно. Поэтому тоже молитесь, друзья, хорошо. Вот. И молимся за отца Алексея нашего благочинного, завтра его не будет, значит, с нами на служение, но молимся за его скорейшее выздоровление, значит, да, потому что ранами Иисуса Христа мы исцелены все. Аминь, аминь, аминь. Вот. Завтра будет отец Максим, ну и я, ваш покорный слуга, буду тоже на служение. Пусть Бог благословит вас всех, с Богом. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывается всеми нами. Аминь. Размышляйте о крови Христа, о теле Христа, причащайтесь, преломляйте хлеб, друзья. Субтитры делал DimaTorzok